Собирая ланчбокс для офисного работника, сегодня больше внимания уделяют эстетическому компоненту оболочке. Да, он также важен. Красота, говорят, спасет мир. Но! Я решил это видео написать в более прагматичном виде. Форма подачи, безусловно, важна. Но! Значительно важнее содержание ланчбокса. Именно содержание должно учитывать особенности труда в офисе. Чтобы работника раньше времени не отправили на пенсию. Либо по болезни просто не уволили с работы. Либо болезнь не уволила его с работы. Вариантов, как вы понимаете, много. И мало кого они могут устроить в полной мере. Поэтому, просмотрев это видео до конца, вы узнаете, какие основные особенности работы в офисе диктуют содержание вашего ланчбокса. Также узнаете, какие достаточно распространенные перекусы в офисе опасны для жизни, как в ближайшей, так и в отдаленной перспективе. Ну и как правильно использовать содержимое ланчбокса на протяжении рабочего дня. Что характеризует работу офисного работника сегодня? Это достаточно интенсивный интеллектуальный труд на фоне длительной гиподинамии. Именно под эти условия и должен быть, на мой взгляд, наполнен ланчбокс. При этом полноценный прием пищи чаще всего это завтрак до работы и ужин после ее окончания. Полноценный обед на работе чаще всего исключается, так как он отражается на ее эффективности, перемещая значительную часть крови от мозга в пищеварительную систему и создавая, соответственно, гипоксию для мозга, кислородное голодание. Поэтому супер питательный, супервкусный ланчбокс не имеет права быть. Он отвлечет внимание на совершенно иные проблемы. И в целом создает условия для ситуационного переедания до и после работы и развития ожирения на этом фоне в перспективе. А при этом работа 7-8 часов и более совершается практически на голодный желудок, на пустой крови. Поэтому и депрессии, и эмоциональное выгорание легко и просто, если перекусов не будет. Именно поэтому и нужны перекусы. В том числе и обед, который у офисного работника по калорийности не должен быть обильным. И это одна из задач ланчбокса. Что чаще всего используется в качестве перекуса на работе? Чашка чая, либо кофе с конфетами, либо печеньем. Печенье, если оно не галетное, в составе очень часто содержит кулинарный жир. А по-простому маргарин. Который в зависимости от частоты использования и от количества нарушает работу печени. Провоцируя появление жирового гепатоза. А печень это метаболический мозг вашего организма. Помогающий поддерживать в крови нужный уровень питательных веществ. Что особенно важно для интенсивной работы. И несущественную. Будет в этом случае работа интеллектуальная, либо физическая. Либо любые варианты, комбинации. Обеспечение высокой вашей активности витаминами и другими полезными веществами. Будь с годами на таком перекусе. Только ухудшаться. Найди конфеты исключительно натуральных компонентов. Тоже большая проблема. А чай и кофе это самые распространенные, известные и тонизирующие напитки. Которые часто используют для повышения работоспособности. Нередко попадая и в зависимость от высокой работоспособности. И человек не может с этого спрыгнуть. С этого допинга. Многим очень сложно отказаться. Ведь многие-то совершают работу любой ценой. А цена это работа в ущерб вашему здоровью. И если вам нужно не просто работать, а долго и счастливо работать. Достигать новые вершины. Покорять их. Смотрите видео до конца. Вы найдете свой рецепт. Видео о том, как правильно заваривать чай. Как правильно использовать чай, либо кофе. В разных ситуациях. Есть на моем канале. Вы можете это подробнее просмотреть позже. Но сейчас не об этом. При неправильном использовании. Вернее я бы сказал даже комбинировании. Чай, кофе с одной стороны как тонизирующий напитки. И ваш перекус, либо содержимое ланчбокса с другой стороны. Вы неизменно попадаете на целый комплекс проблем. Развитие которых зависит только лишь от вашей генетики. У кого-то раньше, у кого-то позже. Но комплекс проблем разобьется. Эти вода долбит камень не силу, а частотую падения. Работаете это вы ведь в офисе. Ни день, ни два. А годы и десятилетия. И пьете чай и кофе ради одного компонента. Кофеин. Да, он стимулирует работу мозга. Повышает вашу работоспособность. Увеличивает вашу производительность. Другие компоненты помогают. Чай и кофе там есть тоже такие. Вы их можете потом просмотреть и узнать более подробно. Но объединяя чай и кофе один очень опасный, неприятный компонент. Это щавелевая кислота. Которая при попадании в кровь неизменно образует содержащимся всегда в крови кальцием нерастворимые оксалаты кальция. Ваш организм не будет удерживать оксалаты кальция в крови. Они достаточно опасны для различных форменных элементов, особенно эритроцитов. И будет избавляться. Единственный мощный путь удаления щавелевой кислоты с мочой через почки. И если вы не знаете, как предупредить образование вроде как такого безобидного солевого диатеза. А по статистике солевой диатез присутствует от 20-30 лет практически у всех. То в лоханках почек образуются микролиты или песочек или эко-позитивные включения. Их по-разному обозначают во время УЗИ. Но проблема в почках уже создана. И очень вероятно при несоблюдении некоторых условий активное движение в грозную мочекаменную болезнь. Который является фактором номер один по развитию пиелонефрита. А фактор номер один осложнение пиелонефрита это почная недостаточность. Это очень неприятное, я бы сказал, осложнение этой ситуации. Ну а пока вы находитесь на стадии солевого диатеза. У вас регулярно и очень непредсказуемо могут обостряться цистит, уритрит, у мужчин и простатит. Но один момент очень важный. В любом случае, есть у вас это или нет, но кальций ваш организм уже потерял. И движение в сторону артроза, остеоартрита, остеопороза, остеохондроза у вас уже произошло. Вернее оно происходит. И чтобы предотвратить негатив от чая либо кофе, их необходимо правильно комбинировать с содержимым вашего ланчбокса. Какой компонент обязательно должен быть в вашем ланчбоксе? Он должен содержать значительное количество кальция. При этом, зная об этом, зная, что молочные продукты содержат достаточно много кальция, часто употребляют чай либо кофе со сливками. Однако это самообман. Да, в сливках есть жир, он улучшает работу печени без проблем, но там нет кальция. Щавель и кисталь легко попадают в кровеносное русло и украдет очень дефицитный в последнее время кальций. И вы не решаете проблему, вы ее, как бы, вы находитесь в состоянии неведения. Как вариант, безусловно, подойдут чай либо кофе с молоком. Соотношение примерно 3 к 1. Но для этого в офисе нужен еще и холодильник для хранения молока. Ну и если вам такие сложности не нужны, вот тут и появляется правильно упакованный ваш ланчбокс, из которого под привычный чай либо кофе достается бутерброд с любым сыром. Женщинам, учитывая склонность к остеопорозу и депрессии, лучше с витамином D, такие сыры тоже есть на рынке. В этом случае при правильном комбинировании оксалаты кальция образуются в кишечнике. И, будучи нерастворимыми, проходя по кишечнику транзитом, уменьшают у вас запоры, но они не попадают в кровь и не украдут ваш кальций. Из сыра вы полноценно кальций не получите. Это да. Однако и накопленный ранее в организме кальций не потеряется. А это очень важно. Такая комбинация решает сразу несколько проблем. Твердый либо плавленый сыр, полутвердый типа адыгейский, сулугуни, брынза, либо мягкий сыр, но ни в коем случае не обезжиренный. Сыр содержит необходимый для сброса желтий молочный жир, что особенно важно для женщин. Частота желчекаменной болезни у которых в 4 раза выше, чем у мужчин. Такие сыры, если они натуральные, не содержат окисленные растительные жиры, нарушающие работу печени при частом использовании. Все виды сыров содержат белок, необходимый для работы мозга, процессов памяти, запоминание информации, напомню, это запись на белках. Поэтому у людей в возрасте, когда нарушена работа печени по доставке к мозгу новых белков, и отсутствует запоминание новой информации, зато они хорошо помнят старую. Одновременно активируется обмен веществ, предупреждающий как ожирение в перспективе, так и эмоциональное выгорание, когда мозг просто перестал работать активно. Все виды сыров содержат кальций, как я уже сказал, а это вы предупреждаете, и кариес, и остеопороз, и солевой диатез, и мочекаменной болезни, что особенно, опять-таки, важно женщинам, у них кальций держится сложнее, накапливается в меньшей степени, и более активно теряется. Чай, кофе, все виды сыров не содержат углеводов, которые в комбинации с жирами активно способствуют ожирению. Но если вам не хватает тонуса, можно выпить чай, кофе с сахаром, либо съесть небольшой бутерброд с любым сыром. И в этом случае ваш организм получит и питание, и необходимый жизненный тонус для выполнения активных задач на своей работе. Что делать, когда бутерброды буквально уже стоят поперек горла, и не лезут в него? Без проблем. Есть множество блюд на основе молочных продуктов, которые с удовольствием разместятся в вашем ланчбоксе. Возможно, и такое видео в скором времени я также напишу. Вот важно, когда правильно использовать содержимое ланчбокса, чтобы оно в яблочко попало. Оптимальное время для первого перекуса зависит от того, был ли завтрак дома, и каким он был. Если завтрак дома отсутствовал, то по приходу на работу. Вы уже открываете свой ланчбокс и используете его содержимое. Если на завтрак была кашка, какие-то овощи, без белкового компонента активного, ну, часа полтора-два. После этого ваша кровь уже практически пустая, и ланчбокс выполняет свою функцию. Если дома был полноценный завтрак, то есть был какой-то кусок мяса, рыбы, птицы, яйца, и овощной или фруктовый гарнир, без проблем, часа три-четыре после этого, и ваш ланчбокс помогает вам поддерживать вашу высокую работоспособность и далее. После этого, ну, по потребностей. Если на работе предполагается планерка, совещание, мозговую штуру, минут за 30-40 до него, я бы советовал вам выпить чашку чая с сахаром, ну, и небольшой утрак. Почему чай? Чай повышает тонус вашей активности на несколько часов. Ведь вы знаете, планерку там могут перенести, если вы ее не ведете сами. Мозговую штуру могут отложить. Чашка кофе вызовет вам быстрый всплеск эмоций в вашу активность, ну, не всегда в нужное время. А вот уже во время, вот там может быть и кофе. Опять-таки, тоже с сахаром. Мозг активно работает на углеводах и отвечает при наличии углеводов своей хорошей активностью. Если после работы у вас планируется физическая нагрузка, тренажерный зал, фитнес-клуб, за час-полтора до нагрузки, вы должны съесть обязательно какой-нибудь бутерброд хотя бы. И вот тут обязательно, критически важно, без чашки чая и без кофе. Кофе вы можете за час-полтора выпить, лучше за полтора-два часа. А вот чай ни в коем случае. Кофе не только стимулирует работу мозга, он еще и стимулирует работу сердечно-сосудистой системы. И резко увеличивает частоту сокращений сердца в ответ на нагрузку. Повышает артериальное давление. Во-первых, вы не сможете нагрузку выполнить в полном объеме, и ваш тренер будет вами, мягко выражаясь, недоволен. Но вы можете попасть под прицел уже и кардиолога. Вот он может вас уже увидеть в скором времени, потому как вы наигрываете эту ситуацию. Поэтому лучше какой-нибудь бутерброд, а вместо чая либо кофе натуральный сок, сочные фрукты, цитрусовые, яблоко. Они выполняют роль аперитива, помогут переварить ваш бутерброд. Бутерброд попадает в кровь, и вашим мышцам есть на чем работать. Они не будут обкрадывать ни вашу иммунную систему, ни нервную систему. И все будут довольны. Что делать, если вы чай либо кофе на работе не употребляете? Здесь вариантов больше. Однако, чаще всего, как перекус, используют фрукты либо сокофрукты. Да, они дают тоже тонус, они дают быстрое извлечение энергии. Мозг работает лучше, но не так активно, как при употреблении чая либо кофе. Однако, такой перекус в большей мере подойдет разве что мужчинам без гепатита в анамнезе. Просто, в результате создается ситуационный застой желчи. А у женщин с их слабой работой печени может дискинезия желчного пузыря превратиться в желчекаменный болезнь. Ну, у мужчин обострится гепатит, стоят и гепатит. Также, не стоит женщинам злоупотреблять склонным к анемии либо к предминструальному синдрому. В этом случае, женщинам, как и мужчинам, в большей мере, на перекус подойдут семена тыквы, подсолнечный пёв, грецкие орехи, примерно 30-40 грамм на приём. Однако, больше информации, как правильно использовать ланчбокс, в случае, если вы не любитель чая либо кофе, вы со временем узнаете в другом моём видео на этом канале. А пока вы думаете ставить или не ставить лайк на это видео, нужно вам подписаться на мой канал и кому из родственников либо друзей отправить ссылочку на это видео, я с привычными подписчиками моего канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения буду это видео заканчивать и подумаю, какое ещё видео написать на эту тему для вас. До новых встреч на моём канале!